здравствуйте рады приветствовать вас на канале мыло опт сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению пасхального мыла а именно мыло кулич для этого я буду использовать вот такой вот 3d форму виде пасхального кулича также буду использовать форму яйцо в ромашках пасхальная выглядит она вот так вот имеет такой удобный разрез и в комплекте к ней идет еще несколько таких вот резинок для фиксирования выглядит это примерно вот так вот также я буду использовать пластиковую форму в виде пасхального яйца выглядит она вот так вот буду также использовать несколько видов красителей а именно краситель гелевый золотая рыбка краситель пигментный синий краситель ультра лимонный краситель пищевой зеленый пигмент белый и краситель гелевый шоколад и задушек я буду использовать отдушку имбирный пряник также дополнительными компонентами будут косметическое масло виноградные косточки и витамин е также необходимо будет конечно же основа сегодня я буду использовать основу прозрачную производства англия необходимы также будут пластиковые пипетки шпатель для перемешивания несколько термостойких стаканов и спиртол для начала растопим небольшое количество прозрачной основы после того как мы растопили небольшое количество прозрачной основы мы добавляем туда синий пигмент хорошенько перемешиваем и с помощью пипетки набираем основу и окрашиваем надпись внутри форма а арабийный Субтитры сделал DimaTorzok Далее, после того, как все мелкие детали хорошенько остыли, позастывали, мы в прозрачную основу добавляем витамин, несколько капель. Добавляем косметическое масло, все хорошенько перемешиваем, добавляем подушку и добавляем пигмент белый. Основа обязательно должна быть теплая, не горячая, для того, чтобы все мелкие элементы не поплавились. Лишнюю пену мы убираем спиртовым. И оставляем до полного застывания. Далее мы займемся изготовлением пасхального яйца, именно яйцом с ромашками. Субтитры сделал DimaTorzok и оставляем до полного застывания. Для изготовления следующего пасхального яйца я буду использовать пластиковую формочку и буду использовать все остатки из основы, какие у меня только есть. Я форму сбрызгиваю хорошенько спиртовым, для того, чтобы мыло хорошо потом и легко можно было достать с формочки. облокачиваю его, в моем случае, на формочку тоже. Беру основу, шинка ее перемешиваю и заливаю в формочку. Заливаю небольшое количество. И оставляю до полного застывания. После того, как первая часть мыла застыла, мы переворачиваем в формочку. Размещаем ее в любом, в другом положении. И заливаем следующий слой основы. И оставляем до полного застывания. Субтитры делал DimaTorzok и ставим в прохладное место до полного остывания. После того, как розовый слой застыл, мы заливаем зеленый остаток. Заливаем и оставляем до полного застывания. И последним слоем мы заливаем желтую основу. Заливаем и оставляем до полного застывания. После того, как мыло полностью застыло, мы достали его из формочек. И вот у нас получилось три таких вида молока. Яйцо в ракушках. Такое вот разноцветное яйцо. Яркое. И, конечно же, пасхальный кулич. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!